Медиагруппа «Авангард» представляет Добрый день, уважаемые телезрители БИС-ТВ. Мы начинаем нашу игру. Первую интеллектуальную игру по информационной безопасности. Тема четвертой игры — криптография. Эта тема проводится в канун Дня Шифровальщика. Я сразу скажу, что, наверное, для многих из участников она будет сложной. Отчасти потому, что далеко не все учились в профильных институтах. Далеко не все профессионально этой темой занимаются. Поэтому многие вещи, наверное, будут неизвестными. Но моей задачей было во многом, чтобы у вас расширился кругозор в части криптографии. Но и вы, возможно, у вас появится идея после игры узнать чуть больше о тех темах, которые здесь озвучивались. Математики практически не будет. Поэтому кто штудировал перед игрой конспекты свои про поля Галуа и так далее, все это не понадобится. Вот игра у нас состоит из трех раундов. В первом и втором раунде мы выбираем вопросы из шести тематических категорий. И, соответственно, зарабатываем или теряем очки за свои правильные и, соответственно, неправильные ответы. По правилам игры ответ считается верным, если он совпадает с тем, который показан на экране. Ну, возможно, за редкими исключениями, если ваш ответ чуть шире, либо чуть уже. Но я понимаю, что вы, собственно, ответили правильно. Игра, которую мы будем наблюдать сегодня, последняя перед финалом. В финале сойдутся команды, набравшие максимальное количество баллов по итогам всех игр сезона. А сейчас я хотел бы попросить капитанов представить себя участникам, окружению, зрителям. И начать с команды новичка. Эта команда сделана в России. Капитан Павел Луцик. Общий стаж команды сделан в России 77 лет в информационной безопасности. Столько они живут, сколько они занимаются безопасностью. Команда стейкхолдерс, капитан Лев Шумский. Общий стаж команды стейкхолдерс, 60 лет в информационной безопасности. И третья команда несокрушимый, капитан Антон Шипулин. Общий стаж команды несокрушимый, 53 года. На этом предисловия закончены. И мы начинаем нашу игру. Мы начинаем первый раунд нашей игры. У каждой команды на счету 0 баллов. И мы посмотрим, как в течение игры будет меняться это число. Вот категории вопросов первого раунда. Алгоритмы, тайны, ФСБ, приложения, Россия и кинематограф. Наименьший стаж в области информационной безопасности у нас у команды несокрушимый. Ей, собственно, и дается право выбрать категорию и сумму первого вопроса. Антон. Начнем по порядку. Алгоритмы 500. Хороший у вас порядок. Как иначе называется простая литарея. Я обещал, что будет непросто. Это вам не компьютерной безопасностью заниматься. Так. Павел. С выходом на новое место работы. Основной лотерея. Лотерея? Ответ будет да. Как бы лотерея. Либо повезет, либо нет. Так. Ну, видимо, нет. Итак, ответ правильно. Это тарабарская грамота. Так. Я понимаю, что игра будет непростой. Антон. Тайны 500. Так. Название таинственной группы, публикующей криптограммы, квесты в интернете. Так. Лев. Нет. Ты не спи, главное. Ну, видимо, нет. Цикада 33-01. Достаточно интересные квесты. Далеко не все разгаданы. Не стоит бояться. Так. Антон. Продолжаем стратегию выбивания дорогих вопросов. ФСБ 500. ФСБ за 500. Сумма всех цифр после второго раунда номера приказа ФСБ по защите персональных данных. Это простой вопрос. Коллеги, вы меня пугаете. Так. Павел. 18. Ответ неверный. Павел, тут надо было вот чуть-чуть. Так, Лев. А мы пойдем на север. Давайте кино 500. Это юг вообще-то. Кино 500. Фильм, в котором главный герой похищает из России шифровальный аппарат и девушку. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Из России. Фильм? Из России. Из России. С любовью. С любовью. Ответ верный. Павел. Давайте отечественная Россия. Россия. Россия 500. Россия за 500. Имя советского разведчика, участвовавшего во взломе «Эмигмы» вместе с Аланома Тьюрингом. Часть вопросов поступила от коллег из «Экси». А вот поэтому, кто учился, возможно, вам преподавали. Некоторые ответы до сих пор под грифом, да? Ким Филби, может быть, но у многих должны быть до пуска. Я не уверен. Так, Павел. Ким Филби, предположим. Предположим, это ответ неверный. Вы по синусоиде идете. Плюс 500, минус 500, плюс 500. Главное стабильность. Ладно, нам главное не уходить. Не реагируем на унижение. Но направление мне понравилось. Подомыслия. Видимо, нет. Но это действительно человек из той самой пятерки, Джон Керн Кросс, который считается пятым в известной пятерке, работавшей на советскую разведку в Великобритании. Павел. Последнее 500. Приложение. Приложение 500. Смартфон, созданный автором PGP, специально для обеспечения приватности. Да, Павел. Мы думаем, что это BlackBerry. Ответ неверный. Но ход мысли мне ваш нравится. По-идивотски называется, но мы, честно, не вспомним, как он называется точно. Ладно, просто вырежут из программы. Это BlackFone. Видимо, был правильный ответ, да? Это было просто предположение. Так. Павел. Господин ведущий, ФСБ-400. ФСБ-400. Какой максимальный класс сертификации с КЗИ планируется применять в цифровом профиле при передаче данных по каналам связи? КБ-2. Ответ неверный. Да, Лев. КС-3. Ответ верный. Лев. Продолжим с ФСБ. КС-3. За 300. Статья Уголовного кодекса, по которой наказывают банки за отсутствие лицензии ФСБ на деятельность в области шифрования. Да, Лев. Незаконная предпринимательская деятельность. Да, я засчитаю. 171-я статья. Незаконное предпринимательство. Лев. Продолжим. 200. ФСБ. Ты, главное, потом не скажи, добьем ФСБ. В каком году был основан Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ? А кто вообще учился в ИКСИ? Так, ну, видимо, нет. А, так, Павел. Павел. Мы снимаемся с этого вопроса. Хорошо, будем считать Фальстар. 1949 год. Лев. Добьем ФСБ? Да. Заметьте, не я это сказал. Номер приказа ФСБ, определяющего правила эксплуатации шифровальных средств. Так, Павел. ПКЗ 2005. Номер. Не знаю. Ответ некорректный. Но ход вашей мысли мне нравится. Так, Лев. Нет. Шестой. Да, Лев. Давайте приложение 300. Приложение 300. Какому сроку в значимых платежных системах должны применяться ИСКЗИ, подтвержденные ФСБ? Павел. 2024 год. А точный срок? Уже не написано точно. К 2024 году. Ответ неверный. В любом случае. А, кстати, другим двум командам-то упростился ответ. На самом-то деле. Причем очень существенно. Особенно для Льва. 1 января 1931 года. 382 положение Банка России. Лев, ты прокомментировать хотел? Нет. Нет. Хорошая такая тема. Давайте продолжим. 400 приложений. Основной фактор, влияющий на сложность применения криптографии в высочастотном трейдинге. Скорость обработки. Производитель. Мы не поймем, что он хочет от нас точно. Скорость обработки, количество операций, невозможность там прославить. Задержки. Задержки, да, я считаю правильным ответ. Частота транзакции или задержки. Задержки. Лев? Давайте 200. Приложения? Да, их. Какой максимальный класс сертификации с КЗИ применяется в ЕБС на стороне организации, желающей присоединиться к ЕБС? Павел? Повторюсь, КБ-2. Ответ верный. Павел? Давай куда-нибудь. Россия, 400. Какие соглашения контролирует экспорт российской криптографии за пределы России? Команды несокрушимые, пассивно в этот раз. Лев? Можно, да? Да, да, да. Об электронной торговле. Ответ неверный. Так, видимо, нет. Васинарские соглашения, которые регулируют экспорт технологий двойного назначения, к которым относится криптография. В первый раз слышу слово «Криптография». И, собственно, именно на их основе написана вся российская нормативка. Давайте Кино-400. Кино-400. Фильм Джона Ву с Николасом Кейджем в главной роли, посвященной работе шифровальщиков Второй мировой войны. Антон? Антон? Есть вариант. Есть вариант. Уже хорошо. Но я не уверен. Нет. Это говорящий с ветром. Мы выиграли. Павел? Мы выиграли свою ночь. Давайте Кино-300. Кино-300. В фильме «Игра в имитацию» рассказывается о математике, взломавшем код Энигмы. Как зовут математика? Антон? Алан Тюринг. Ответ верный. Распечатали. Антон? Тайны-400. Что? Тайны-400. Тайны-400. До сих пор неразгаданный шифр, нанесенный на глиняный диск, найденный на Крите. Название диска. Какой шифр? Нет? Нет. Там засловно звонить. Нет. Федерский диск. Чувствую себя некомфортно, на самом деле. Задавая такие вопросы. Антон? Россия-300. Россия-300. Вопрос аукцион. Команда, выбравшая вопрос, назначает ставку. Не больше суммы, которая у вас есть на счету. Ну а после этого вопрос разыгрывается между всеми командами. Ставка 300. 300. Гибридный дирижабль Филимонова назывался так же, как и эта криптографическая советская машина, выпущенная после Второй мировой войны. Так. Нет? Нет ответа. Павел, у вас нет музея? Компания. Я не имею права об этом говорить. Спасибо. Это фиалка. Как часто бывает, название совершенно не говорит о том, что скрывается за ним. Антон? Алгоритмы за 400. Алгоритмы за 400. В результате применения шифра Цезаря, в какое слово перейдет слово «ноты»? Туча, гром, стул или тара. Кто не помнит, шифр Цезаря – это шифр простой замены, когда у вас буквы заменяются следующий на «н» в алфавите. Туча, туча, туча. Да, Павел. Стул. Ответ. Неверный. Ответ. Туча, туча. Ответ. Ответ верный. Антон. Тайны 300. Тайны 300. Неразгаданный шифр, составленный в 1997 году британским композитором сэром Эдвардом Ульямом Эльгером. Кто-то мне сегодня сказал, что больше всего он боится вопросов из истории криптографии, которые мало где учат. Так, ну, видимо, нет шифр Дорабелла. Да, я понимаю, хмылки. Алгоритмы за 300. Алгоритмы за 300. К какому классу шифров относится алгоритм Рэббит? Сейчас кому-то повезет, либо не повезет. Всего два класса алгоритмов. Шифров. Павел? К асимметричным шифрам. Ответ неверный. Ну, соответственно, симметричный. Ответ неверный. Еще может быть блочный. Что лучше сказать? Так, Лев? Нет? Это потоковый. Блочный или потоковый? Блочный. Так, Антон. Кино 200. Кино 200. Зачем охотились американские моряки в фильме «Подводная лодка» Ю-571? Павел? За Энигмой. За Энигмой ответ верный. Павел? Андрей, я смотрю, ты хорошо разбираешься в кино. Давайте кино 100. Кино 100. Долго еду в метро. Понял. В каком фильме спецагент писал сообщение, используя библейскую книгу Иова? Миссия невыполнима. Павел? Миссия невыполнима. Ответ верный. Павел? Кино закончилось, да? Кончилось кино, да. А можно повторить? Россия 200, давайте. Россия 200. С неохотой так уже. Относится ли принтер к шифровальным средствам? Да нет. Есть 200 минус. Нам надо. Нужно 200. Да? Меня просили такие вопросы не делать, я забыл. С недавних пор, да, относится. Ответ верный, да. Согласно нормативной базе, при ввозе принтер относится к шифровальным средствам. На него требуется соответствующая либо нотификация, либо разрешение ФСБ. Павел? Давайте алгоритмы 200. Алгоритмы 200. Какой алгоритм лег в основу стандарта АЭС? Лев? Джин Дайл. Нет. Ай Джин Дайл. Ответ верный. Ну, трансляция у всех, транскрипция своя. Лев? Россия 100. Назовите алгоритм шифрования, названный по имени представителя длинаусых прямокрылок, друживших с двукрылыми, не прикасавшихся к жесткокрылым. Лев? Кузнечик. Кузнечик, да. Я понял, какие вопросы нужны теперь. Лев? Приложение 100. Российский проект на базе блокчейна, использующий отечественные криптоалгоритмы, применяемый в финансовой индустрии. Лев? Мастер чейн. Мастер чейн, да. Хорошо пошло. Тайны 100. Тайны 100. Скульптура с шифротекстом, расположенной перед центральным офисом ЦРУ в Лэнгли. Антон? Криптос. Криптос, да, верно. Пугает такое знание. Алгоритмы 100. Алгоритмы 100. Какой из алгоритмов используется в GSM? А5 на 2, Б5 на 4, А4 на 3, Ж8 на М. Антон? Первый вариант А. В смысле А. Ответ верный, да. Антон? Тайны за 200. Тайны за 200. Три до сих пор неразгаданные зашифрованные сообщения о зарытом в 2020 году под Линчбергом кладе. Говорят, там много денег, золота, бриллиантов и серебра. Криптограммы Бэйла. В интернете можно найти и, соответственно, попробовать их разгадать. Уважаемые зрители, мы завершаем первый раунд. Лидирует команда стейкхолдерс со счетом 1600 баллов. 600 баллов у команды «Несокрушимая». Которая медленно запрягала, но потом выбилась на второе место. И третье место занимает команда «Сделано в России» со счетом минус 1800 баллов. Приготовьтесь ко второму раунду. Я принял участие в командной игре «Наша игра». Это уже был полуфинал. Третья игра для нас. Сегодня в целом была выбрана очень сложная тема для игры, криптография. Вообще наша игра нравится, каждая игра все больше и больше. Пропадает скованность, больше расслабляемся. Но и мы, и все остальные команды как-то больше участвуют в игре. Лично я получил огромное удовольствие от сегодняшней игры. Получилось у нас неожиданно. Команда собиралась очень в экстремально короткие сроки. Мы собрались и решили поэкспериментировать. А что, если поставить цель победить, выучив правила, разработав стратегию и применить это все на практике. Мы были полностью нацелены на победу. Иллюзии не испытывали, но верили в кураж и в азарт, в везение новичков. Терпение, общий коллективный разум и, соответственно, немножечко только азарта. Пожалуй, было самое сложное в этой игре решиться ответить. Боялись рисковать. Нашей команде наиболее сложно давалась проблема выбора очков и вопросов в общей стратегии выигрыша всей игры. Самое сложное в нашей игре, наверное, это удержать свой азарт, побороться за кнопку в тот момент, когда ты знаешь правильный ответ и видишь, что соперники тоже знают. Осуждающий взгляд ведущего и зала вынуждают нас сжать кнопку и рисковать, но мы этого не делали. Мы понимали, что у нас есть правильная стратегия. Только в случае, если мы очень уверены, давать правильный ответ. Уважаемые зрители, начинается второй раунд нашей игры. Вот категории вопросов второго раунда. История, угрозы, имена, инновации, криптоанализ и литература. По итогам первого раунда первое место занимает команда стейкхолдерс. Ей и принадлежит право выбрать категорию и сумму вопроса. Лев? А давайте-ка попробуем инновации 400. Вам выпал лайк-вопрос. Его стоимость увеличивается с каждым лайком на ютюбе. На это утро количество лайков составило у нас 56. Чтобы не нарушать интригу и уравнять шансы у команд на победу, стоимость каждого лайка приравнивается к 25 баллам. Соответственно, на кону у нас 1400 баллов. В 2019 году ФСБ для защиты от квантовых компьютеров утвердило временные требования. По гомоморфному шифрованию, по изогенам суперсингулярным аллептическим кривым или по квантуму распределению ключей. По какому, собственно, из направлений был утвержден нормативный акт? Павел? Мы считаем третье. По квантовому распределению ключей. Ответ верный. Вот так бывает, да. Можно сильно, ну не то чтобы вырваться, но... Павел? Продолжим хорошую традицию. Давайте инновации 600. Но больше лайк-вопросов у нас нет. Инновации 600. Область криптографии, использующая молекулярную структуру дезоксеребренуклеиновой кислоты для вычислений в качестве носителя с зашифрованной информацией. Да, это инновации. В России они пока не столь популярны. Нормативной базы ФСБ под эту тему у нас нет. Но в мире она набирает определенный оборот, эта тема. Роман, ты, видимо, знаешь что-то. Не знаю, конечно. Нет. Не знает, но не может произнести. Понял. Так, Павел? Нет. На самом деле в вопросе скрывался и ответ. ДНК-криптография это называется. По-английски оно звучит более, наверное, благозвучно ДНК-криптография, но, собственно, на русский переводится как ДНК-криптография. Павел? Давайте попробуем литературу 400. Литература 400. Технология многоуровневого шифрования электронного сообщения называется в честь ИКСА. Назовите заглавного персонажа детской литературы, который был ИКСОМ. Луковец, Луковец, Луковец. Лев? Мистер Икс. Ответ неверный. Чаполина? Чаполина, ответ верный. Тор, луковое шифрование, соответственно. Антон? Угрозы за тысячу, вот так. Угрозы за тысячу, решили вырваться. Как называется модель угроз, в которой любое сообщение, отправляемое по сети, должно рассматриваться как неизбежно проходящее через злоумышленника или посланное им? Как называется? Man in the middle. Ответ неверный. В данном случае, это только человек находится, но не отправляет в данном случае. У этой модели есть четкое название. Но нет, видимо нет. Модель Долева Яо. На самом деле, модель угроз. Долев это российский? Да, это вопрос за тысячу, что вы хотели? Не все Кузнечиков отгадывать. Давайте литературу за тысячу. Литературу за тысячу. Автор книги «История шифровального дела в России». Могу подсказать, полковник ФСБ. К сожалению, автор уехал за границу. Видимо нет. Татьяна Соболева. Очень хорошая книжка, кстати, рекомендую почитать. Антон. Угрозы за 800. Угрозы за 800. Как называется принцип, на котором построена атака дни рождения? Тихо, что меня нет. На самом деле вопрос был с подвохом. Принцип называется «Дни рождения». Он так и называется. Суть достаточно простая. В группе из более чем 23 человек, с вероятностью более 50%, всегда найдется два человека, у которых совпадает день рождения. То же самое применяется при поиске коллизий в хэш-функциях. Итак, Антон. Имена за тысячу. Имена за тысячу. Хочется вырваться, да, вперед. Советская шифровальная машина, разработанная после Второй мировой войны. На самом деле, все-таки надо быть чуть внимательной. Я уже отвечал на этот вопрос. Это фиалка. Как бы обращайте внимание на те вопросы, на которые раньше звучали ответы. Антон. Инновации за тысячу. Инновации за тысячу. В каком разделе криптографии применяется принцип неопределенности Гейзенберга? Антон. Квантовая криптография. Ответ верный. Так, команда несокрушимая выбилась в лидера на промежуточном этапе. Антон. Инновации за 800. Инновации за 800. Раздел криптографии, изучающий применение нейросетей для шифрования и криптоанализа. Ответ простой. Нейрокриптография. Алексей Шутников. Антон. История за тысячу. История за тысячу. Название до сих пор неразгаданного шифра британского картографа русского происхождения опубликовано в 1939 году. Очень много у нас неразгаданных до сих пор шифров. Либо фиалка, либо русский шифр. Ну, это сложный вопрос. Аккурат за тысячу. Видимо, нет. Шифр Дагапиефа. Да. Домашки изготовлены. Да. Фиалка лучше. Фиалка лучше, да. Антон. Угрозы за 600. Угрозы за 600. Как зовут криптоаналитика, предложившего Excel-атаку против некоторых шифров и доказавшего существование атаки на ГОС-28-147-89 года? Именно это отчасти послужило причиной того, что ГОС не вошел в высошенные стандарты. Публикация этого исследования. Павел. У вас должны его знать. Знаю. Да. Допуск у нас нет. Это Николя Куртуа. Это Куртует Кул. Который продолжает атаки и на современные российские алгоритмы. Антон. Угрозы за 400. Угрозы за 400. Назовите известную сказку Пушкина, в которой описывается атака человек посредине. Подменяются важные сообщения. Сказка царя Салтарова. Сказка царя Салтане. Сказка царя Салтане, верно. Антон. Криптоанализ 1000. В 2011 году ФБР обратилась к общественности с просьбой расшифровать эти зашифрованные записки. Как называется этот кейс? Он по... Могу даже подсказку дать по имени города. Достаточно много говорили об этом. Видимо, нет. Записки Маккормика. Антон. Криптоанализ 800. Чью армию удалось победить, когда Антуан Арсеньоли расшифровал перехваченные сообщения? Убана. Гугенотов. Гугенотов. Ответ верный. Прекрасно. Лев. Давай инновации закроем. Технология маршрутизации, использующая криптографию, применяемая в сети ТОР. Лев. Луковичная. Да, ответ верный. Лев. Наметилась нешуточная борьба. А давайте возьмем историю за 800. История за 800. К чему привело дешифрование телеграммы Циммермана о планах возврата Мексики части территории за счет США? Лев. Америка вступила в Первую мировую. Офигеть. Ответ верный. Лев. История 600. История 600. В каком веке был написан первый европейский труд по криптографии? Послание брата Бакониса о тайных действиях искусства и природе и ничтожестве магии. Ну тут вех хотя бы угадать. Там вариантов немного на самом деле. Все, все. Все, 17-й. 13-й. Ответ верный. Лев. История нам понравилась. 400. Успехи в дешифровании какой японской машины подтвердили сведения, предоставленные Рихардом Зорги и позволили перебросить войска с Дальнего Востока под Москву? Пурпурная, сиреневая, черная или белая машины? Пурпурная. Ответ верный. Антон. Имена 800. Русский драматург, использующий шифр Ришелье для отправки секретных донесений на родину, прячь их в письмах жене. Антон. Грибоедов. Грибоедов. Ответ верный. Ответ верный. Антон. Литература 800. Литература 800. Книга автора Код Дайвинчи о деятельности АНБ. Книга, книга. Название книги, да, Лев. Дэн Браун. Ответ неверный. А, подожди, я вопрос... Книга автора. Книга не автор, а книга автора. Я читал. Не, ну какой же, коллеги. Цифровая крепость. Цифровая крепость. Литература за 600. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Автор книги «Взломщики кодов». У вас версия какая-то? Тут либо «Фиалка», либо «Татьяна». Это Дэвид Кан. Тоже одна из классических книг. Антон? Имена за 600. Имена 600. Придворный короля Франции Герринха III в конце XVI века предложивший шифр, считавшийся полностью стойким в течение трех веков. Лев. Росиньон. Росиньоли. Росиньоли. Ответ неверный. Павел? Нет. Это Виженер. Антон? Криптоанализ за 600. Кто считается автором взлома шифра скитала? Кто не помнит, что это? Это палочка, на которую наматывали текст. В зависимости от диаметра палочки, соответственно, текст получался разный. Шифр текста. Нет. Это Аристотель. Аристотель, я говорю, как он. Криптоанализ за 400. Криптоанализ за 400. Аристотель. Автор первого известного письменного упоминания о криптоанализе. Манускрипт о дешифровке криптографических сообщений. Надо подтянуть арабский. Да. Команда несокрушимая версия, судя по всему. Есть половина. Половина. Да, там имя как раз из двух частей. Вот этого еще хуже. Так, ну нет. Это Алькинди. Араб. Антон. Имена 400. Имена 400. Вы ошибаете, да, все самые большие? Название блочного шифра, положенного в основу ГОСТ 412-2015. Магма. Ответ неверный. Антон. А какой? Антон? Нет. Антон. Антон. Теперь поиграем. Угрозы 200. Угрозы 200. Модель нарушителя, рассчитанная на действия злоумышленника, действующего изнутри и имеющего доступ к СКЗИ. Здесь уже не название. Павел? Н2. Ответ неверный. Но ход ваших мыслей мне нравится. Цифру не помню. Ну да, с буквы-то там одна все время. А вариантов всего реально-то немного осталось. Не, не пять. Но там на самом деле... На самом деле это интри. Как это ни парадоксально? История 200. История 200. Племя индейцев, чей язык использовался в качестве шифра в фильме «Говорящий с ветром». Лев? Наваха. Наваха. Ответ верный. АПЛОДИСМЕНТЫ Лев? Ну, выбор небольшой. Криптоанализ 200. Криптоанализ 200. Метод криптоанализа, в котором основным инструментом является паяльник. Да, Лев? Термальный. Терморектальный. Терморектальный криптоанализ. Засчитай. Ответ верный. Часто используем на рыбе. Лев? Давайте литературу 200. Литературу? Как называется рассказ, в котором Шерлок Холмс разгадывает шифр в пяти записках? Антон? Пляшущие человечки. Ответ верный. Антон? Имена 200. Имена 200. Последний вопрос. Божественное название алгоритма ГОСТ 3411 2012 года. Лев? Стрибок. Ответ верный. Стрибок. Уважаемые зрители, окончен второй раунд. По итогам второго раунда лидирует команда Несокрушимая. Со счетом... 4600 и баллов. На втором месте у нас команда Стейхолдерс. Со счетом 2400 и баллов. И на третьем месте у нас команда Сделана в России. Со счетом минус 1600 баллов. Оставайтесь с нами, ведь впереди самое интересное. Финальный раунд. Наша игра — это совершенно невероятное мероприятие. Ощущение игры, адреналина, веселье. Игра — это в первую очередь достаточно эмоциональный процесс. По накалу эмоций она мало с чем может сравниться, особенно в нашей консервативной профессии информационной безопасности. Наша игра — это уникальный опыт для меня и для коллег из команды. Наша игра — это жизнь. Наша игра — это единственное, зачем стоит заходить в YouTube. Уважаемые зрители, не забывайте, что вы тоже можете повлиять на ход нашей игры. Делитесь этим видео, ставьте лайки и сделайте игру еще более интересной и интригующей. Вы смотрите БИС-ТВ, и это финальный раунд. В нем участвуют команды с положительным балансом на счету, которые могут сделать ставку на сумму, не превышающую их баланс. И отвечают они всего на один вопрос. Поскольку это последняя регулярная игра сезона, затем у нас будет только финал, командам, собственно, уже не грозит ни расформирование, ни пропуск. Игр имеет значение только количество баллов, которые вы набираете, потому что от этой суммы будет, собственно, зависеть, кто будет сражаться в финале. И теперь мы переходим к финальному вопросу. Тема этого вопроса — нормативка. Ваша задача сейчас — записать вашу ставку, после чего будет показан вопрос, и вы сможете в течение одной минуты дать на него ответы. Вопрос звучит следующим образом. Какой максимальный штраф предусмотрен для юрлиц за отказ передавать ключи шифрования в ФСБ по пакету Яровой? Минута пошла. Внимательно обращайте внимание на то, как звучит вопрос. Играет музыка. А ведь Телеграм на сколько штрафовали? Телеграм на сколько штрафовали? Штрафы не выпорвалось. И там было, по-моему, типа 800, ну, если я не ошибаюсь. Время подошло к концу, просьба написать ваши ответы и отдать ведущему. Время подошло к концу, просьба написать ваши ответы и отдать ведущему. Соответственно, команда Несокрушимый, ответ их был 100 тысяч и ставка 300. Команда Стейхолдерс сделала ставку, если я правильно понял, 156 баллов. И ее ответ был 3000 рублей, тоже ответ неверный. Пришло время подводить итоги нашей игры. Меньше всего очков на счету у команды Новичка сделано в России, минус 1600 баллов. На втором месте игру заканчивает команда Стейхолдерс. Их счет 2244 балла. А победителем четвертого выпуска нашей игры со счетом 4300 баллов становится команда Несокрушимая. Просим капитана команды Несокрушимой Антона Шипулина подняться на сцену для вручения награды. АПЛОДИСМЕНТЫ Это еще не все. Регулярные выпуски нашей игры позади. Но следующий выпуск у нас финал сезона. И по итогам сегодняшней игры в финал пробилось, собственно, три команды, которые вступят в финальную битву. Команда Несокрушимая со счетом 13334 балла. Команда Стейхолдерс со счетом 9865 баллов. И команда АнтиАПТ-Групп со счетом 4350 баллов. А эта игра завершена. Большое спасибо, что наблюдали за нашей игрой. До новых встреч в эфире БИС-ТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok